Не забывал, будет сегодня тема о памяти и что нужно делать, как её развивать. И вообще, посмотрим вначале на причины, почему всё-таки человек что-то помнит, а что-то не помнит. Одни вещи он забывает, другие он помнит, и помнит долго на протяжении многих лет, десятилетий даже. Люди запоминают какие-то происшествия, какие-то моменты в жизни, они их носят при себе и не желают с ними расстаться. Почему об этом важно сегодня говорить, и для чего это? Ведь память не относится, можно сказать, к духовному состоянию человека, или к Слову Божьему, или всё-таки какое-то есть отношение? Ну, как сказать «не относится»? Наша душа состоит примерно из пяти элементов. Это ум, это воля наша, это чувства, это эмоции, это память. Память относится к нашей душе. Поэтому, когда мы говорим о памяти, мы говорим об одной из составляющих нашу душу, и таким образом это касается не только временного проживания здесь на земле, это касается нашей духовной сферы, нашей духовной жизни. Мы читаем Слово Божье, Слово Божье читаем. И одни люди запоминают, другие нет. И если человек не запоминает Слово, когда ему нужно пользоваться этим Словом, он не может его найти в памяти, говорит «вот нет». Или вообще вспомнить не может. Некоторые помнят, что что-то слышали, что-то помнят, а некоторые не помнят, что не помнили. То есть, получается, это большая проблема. Это большая проблема, да. Человек до такой степени забывает, что даже у него там не регистрируется, что он что-то слышал. Настолько выветривается. Бывает, человек пытается вспомнить. Он прочитал или слышал, и какие-то напоминания есть об этой информации. А бывают такие случаи, когда человек не помнит, что он вообще слышал. Даже вспоминать нечего. Вот об этом мы сегодня порассуждаем. Нам нужна память даже в житейской жизни. Мы уходим в школу, приобретаем профессию, учим знаки дорожного движения, учим язык. Память нам везде нужна. Она нам очень сильно помогает. И Господь как раз таки изобдил душу таким удивительным элементом запоминать. Так вот, речь сегодня пойдет о памяти не столько для того, чтобы помнить какие-то вещи из этого мира, а для того, чтобы нам выносить что-то из собрания. Когда мы побывали в собрании, побывали в храме, услышали, что-то поняли. И вот когда мы выносим, мы это выносим в состоянии памяти. Потому что наш разум не может все абсолютно держать. Вот сразу закончилось, допустим, служение, человек начинает общаться. На время он забыл то, что слышал. Мы не можем как бы одновременно все помнить. Мы на время что-то забываем. То есть откладывается куда-то дальше. А вот на такое состояние активной памяти входит то, что нам необходимо. Окружающая среда, люди. Потом садимся в автомобиль, едем по дороге. Мы уже опять-таки от многих вещей отключаемся и фокусируемся на движении по дороге, на знаки. И мы переключаемся часто. Но все-таки у нас информация передвигается из состояния памяти в состояние активного размышления. Всегда ли человек, когда он выходит из собрания, выходит из служения, и всегда ли это вопрос именно памяти или причина в памяти? Или играют какие-то другие условия, которые мешают человеку запомнить то, что говорится в церкви, что говорится на стороне? С одной стороны, люди жалуются на возраст. Вот они говорят нам уже столько-то лет, и поэтому мы забываем что-то. Конечно, можно сделать какую-то скидку на возраст, но в основном, в основном, вот эта забывчивость, она не столько вот такого физического происхождения, сколько духовного. И сейчас мы на это обратим наше внимание и увидим, почему это происходит. Евангелие Марка, 4 глава. Христос говорит так. Это место, говорится, рассказывает нам, Христос в этом месте рассказывает притчу о сеятеле. Вышел сеятель сеять, очень известная притча. И вот семена полетели на четыре почвы. И вот о одной почве сказано так. С третьего стиха будем читать. Слушайте. Вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, налетели птицы, поклевали то. Ниже в 15 стихе Христос объясняет, что же это за птицы и что они поклевали. Посеянные при дороге означают тех, которых, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат тотчас, приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Смотрите, какая картина. Мы ее не видим физическими глазами, но в духовном мире реально происходит вот что. Человек сидит в собрании, человек слышит слово или читает самостоятельно, или через интернет слушает, смотрит. Неважно. Слово попадает к нему в сознание, попадает в сердце, потому что написано, что Христос сеет прямо в сердце, посеянное в сердце. Человек не просто открыл мимолетно прочитать, а он, видимо, как-то заинтересовался. Вот пришло время, наверное, воскресенье, нужно освежить что-то в памяти, нужно как-то послушать собрание или служение какое-то. И вот человек слушает, но после того, когда он послушал, вот кто-то из нас оказался в этой из четырех почв, в пятой нет. Вот четыре почвы, и примерно в этой какой-то, одна из этих почв, это наша почва, это наше сердце, это наше сознание, это наша внутренность. И вот смотрите, одни люди, которые, послушав, побыв на собрании, приготовили себя, нагладили, начистили ботинки, все, наполировали, пришли, побыли в собрании, вышли и не помнят. Это именно говорится про людей, которые были в собрании, а не на парковке стояли, да? Нет, нет, в собрании. Ну, при дороге же написано. При дороге, это прямо на первой лавочке сидели. Да, и вот они слушали, или делали видимость, что слушают. Это люди, которые пришли именно в то место, где звучит Слово Божье. То ли это на стадионе проповеди, то ли это в собрании в закрытом помещении, неважно. Важно, что они слышат. Говорит Господь, говорит Своё Слово, они слышат. И вот, после того, когда они вышли, одна из этих категорий, мы читаем, одна из четырёх почв, оказалась в таком состоянии, что семена упали при дороге. То есть, вот дорога, это не то место, куда сеются семена. Дорога, это укатанное место, это твёрдый грунт, там точно ничего не вырастет, там только один сорняк растёт, который сеять не нужно. А вот в самой калии ничего не растёт. Таким образом, человек слушал Слово при дороге, он обратил на него внимание, как обращаем мы внимание на то, что мы видим вокруг. Вот пока мы живём, ходим, суетимся, мы видим, в наши глаза входит много информации, в наши уши влетает много информации, но мы не придаём ей значения. Мы вообще на неё не реагируем. Да, она есть. Вот сегодня солнце, тучи, облака, ветер, листья, что-то как-то мы замечаем. Но это очень второстепенное, оно нас не интересует. Где-то ветер дует, что-то метёт, что-то где-то происходит. Нам это не важно. И если, кому-то, наверное, важно. И вот тем людям, которым не важно, они, видя, не видят, не замечают. Эта информация не остаётся у них в сердце. Но когда человек выходит из собрания, ситуация немножко другая. Сатана проверяет. Сатана, смотрите, сказано, что тот час приходит Сатана. Не на следующий день, не через год. Приходит Сатана и проверяет, насколько внимательно каждый слушал в собрании. Внимательно имеется в виду, насколько он отдал предпочтение этому слову, насколько он его оценил, насколько он был восприимчив, насколько он хочет удержать это слово внутри себя, насколько оно ему ценно. Вот это определяет, и Сатана это видит. Хотя здесь сказано, прилетели птицы. Вот насчёт Сатаны и птиц, Ром, в стихе 4 написано «налетели птицы». Ну, не звучит так страшно, да? Ну, птицы летают и клюют то, что им надо. Ну, не так страшно. В 15-м говорится именно про Сатану. Это реально Сатана приходит? И реально вот он дёргает людей и смотрит, как они относятся к слову? Если Христос сказал, что это Сатана, значит, на самом деле это Сатана. Или его, скажем, сатрапы, его слуги, его духи. И они приносят человеку мысли. То есть, выветривается это слово или воруется это слово за счёт каких-то мыслей. То есть, другая информация приходит и встаёт как бы... И она вытесняет её. Она вытесняет эту информацию, которая только что была сказана там с кафедры или откуда там. Вот бывает, знаешь, люди разговаривают, и потом кто-то сказал какую-то фразу, и тот первый человек, который говорил, забыл. Вот выбилась информация, как-то потерялась. Случается такое, да? Мы говорим, а потом нас перебивают, и мы не можем вспомнить, что же мы говорили. Вот что-то подобное происходит здесь. Когда человек не фокусируется на слове, не придаёт ему значения, оно лежит на поверхности. Он услышал, оно лежит. Вот точно так, как мы газету прочитали. Точно так, как на часы посмотрели, и буквально через 2 секунды мы забыли, сколько времени. Не замечали вы за собой? Да, по памяти люди даже проверяют. Ну, говорят, откройте телефон. Люди открывают телефон и смотрят там. Там посмотрите фотографию. Потом они закрывают телефон и говорят, вы заметили, сколько времени? Никто не помнит, сколько времени. Сколько времени. Даже мы на часы смотрим и тут же отворачиваемся, понимаем, что ещё не вечер. Потом опять надо смотреть. Да. И так в 100 раз человек смотрит. То есть, если он что-то ожидает, тогда он ориентируется как-то во времени. А если он просто живёт день от дня, какая разница? Цифры, это просто цифры. Ну, хорошо, Ром. Вот с этим же как-то надо бороться или как-то надо этому противостоять? Записывать может надо? Как с этим бороться? Чтобы Сатана видел, что мы записали. Да. Чтобы, ну, или читать, или что мы можем сделать, чтобы активно противостоять этому или как-то реально с этим побороться? Да. Во-первых, необходимо осознать или согласиться с реальностью, что если я слушаю невнимательно, если я не оцениваю слово, если я не придаю ему значения, оно лежит на поверхности, оно лежит рядом возле дороги. И это то место, откуда выклёвывается, откуда прилетают мысли. Уже мы понимаем, что каждая мысль имеет своего адресата, имеет свой источник. И вот источник таких мыслей идёт от Сатаны. Он создаёт суету, он создаёт отвлечение, он создаёт какую-то атмосферу и забывается. Как будет лучше? Некоторые люди ходят на четыре собрания, да, вот скажем, утром, в обед, вечером и ещё два раза там между ними. Да. И получается, ну, когда с ними беседуешь, в принципе, человек не помнит ничего. Ни на первом собрании, ни на последнем, вот как-то всё пролетело. Неважно, можно десять раз в собрание ходить, можно жить внутри помещения, в церкви можно жить. Но если человек не будет обращать внимания на то, как он слушает, то Сатана будет выклёвывать, Сатана будет забирать. И человек не будет помнить, и таким образом он не сможет исполнить то слово, потому что он его не помнит. Так вот, для того, чтобы нам правильно бороться, необходимо это слово положить глубоко в сердце. Глубоко в сердце. Ну, как мы найдём это сердце, и как его туда положить? Вот ты же его туда не запихаешь, вот как его реально может записать? Или что нам сделать, чтобы его не забыть? Да, просверлить дырочку в сердце, свернуть в трубочку стишок и туда положить. Для того, чтобы нам положить слово глубоко в сердце, во-первых, нужно осмыслить, что это слово является жизнью для меня. Оно является носителем жизни вечной, это моя жизнь. Это не просто вообще, в принципе, жизнь вечная, это то, чего я живу. То есть отнестись к этому больше с серьёзностью, да? Вот когда человек болеет чем-то, ему прописали рецепт, то ли чай пить, то ли настойку, то ли ещё что-то пить. И он уже смотрит, ему сказали три раза в день. И вот тогда он на часы смотрит и сверяется, так, время пить или не время. Он не забывает пить, он будильник заводит, он другим говорит, вы напомните мне, строго по времени буду пить. Понимаете, для человека важно иметь физическое здоровье. Если человеку важно иметь духовное здоровье, он обязательно услышит слово, он его с первого раза, скорее всего, не поймёт. Но, по крайней мере, он скажет внутри себя, я сокрою, да, вот спрячу это слово внутри себя. Я спрячу его, я задамся целью узнать это слово, узнать его работу, узнать с практической стороны. Вот оно говорит, допустим, исцеляет, или изменяет, или прощает, или освобождает, или лечит каким-то образом. Оно обещает, это только марка этого слова. А вот внутренность мне нужно вникнуть. И когда человек задаётся целью узнать истинный смысл и внутренность этого слова, туда уже сатана не доберётся. Он не доберётся. Он видит, если человек относится халатно, послушал, ну и послушал, ему не важно. Вот то слово, которое для нас не важно, мы его забываем. И не только слово, вообще любую информацию. То есть, получается, мы, ну вообще как люди, храним то, что нам ценно, то, что нам важно. Да, конечно. То есть, существует и сердце, мы там храним свои ценности, как в банке. Как человеку это объяснить, или как человек может это понять? Или он понимает, но у него не получается? Вот как быть в такой ситуации? Вот знаешь, здесь у нас в Америке, да и сейчас уже в других странах, очень развит такой спортивный образ жизни. Люди бегают, там занимаются, качают. Вот спортзалы практически на каждом квартале стоят. То есть, очень много, да? Сказать, что все туда ходят? Нет. Сказать, что все ведут здоровый образ жизни? Нет. Так вот, как их заставить? Заставлять не нужно. Поставить всё, что требовалось, скажем, от города или от района, они поставили в фитнес-центр или там спортзал, специальное помещение, где можно улучшить свою форму, физическое здоровье. А уже от человека зависит, как он это делает. Я видел одно видео, человек пришёл, значит, в джим, и вот там беговая дорожка, он поставил рядом стул, сел на стул и ногами только шевелит на этой беговой дорожке. Молодой человек, он там сидит, бургер какой-то ест, а только там ступни у него идут по этой дорожке. Ну, это ему уже важно, уже начал человек делать шаг. Получается, часто бывает, что люди думают, что если это важно, то Бог их заставит или подтолкнёт как-то к этому. Это же так не является, правильно? Бог не заставляет человека. Бог может заставить, но мы не роботы. Бог даёт нам свободу выбора. Он говорит, он желает, чтобы мы спаслись, он даже повелевает, чтобы мы спаслись, но он насильно никого не спасает. Вот этого насилия нигде не происходит. От самого начала до самого конца мы видим в Писании, Бог так решил, вот это его суверенная воля, не ломать волю человека. И с этим мы должны согласиться. Это Бог, Он дал человеку право выбора, и человек должен выбрать сам, что он хочет. Хочет спастись – спасается, не хочет спастись – не спасается. Если он хочет запомнить слово, мы сегодня говорим о внутренних процессах, почему человек забывает и как улучшить духовную память. Хорошо. Такой ещё посильнее вопрос. Вот почему легче делать всегда то, что хуже для нас? Почему мы вот этого, бывает, не понимаем? Да, человек… Вот человека тянет к плохой еде, к джанк-фуду, именно к бургерам, как уже было сказано, да? А вот почему-то к салатам ему никак не хочется. Вот то же самое в духовном мире происходит, что человек вот всё-таки тянет его, этот мир, да? А вот слово, ну, как-то скучно, как-то неважно, как-то вот надо бы, в принципе, серьёзность нужна, да, мы понимаем, что нужно, но как-то не хочется. Ну, для этого необходимо открыть вообще самое начало Библии, читать книгу «Бытие», чтобы узнать, что произошло с человечеством, в принципе, не с нами лично, на индивидуальном уровне, а с человечеством. И там мы видим катастрофу, которая совершилась внутри человека. У человека сознание стало работать не по заданной траектории. Господь создал человека, чтобы общаться с ним, чтобы ему было хорошо, но человек сделал грех. И вот после этого преступления, это преступление по-другому назвать нельзя, потому что преступление было не только против Бога, а против всех людей. То есть, в Адаме все там согрешили, весь мир. Что же произошло? Произошло вот что. Господь приходит и начинает искать Адама. «Адам, где же ты есть?» Он говорит, «Я твой голос услышал, но испугался и спрятался». Вот это состояние сегодня прогрессирует в человеке. Он боится Бога, и он прячется. То ли боится, то ли стесняется, то ли не хочет. То есть, человеку нельзя доверять или верить самому себе. Нельзя, потому что в нем живет агент, который хочет уничтожить душу. Уничтожить душу. Этот агент называется плотью. И вот эта плоть восстает на душу. В виде пожеланий, в виде помышлений, в виде забывчивости. Человек забывает. Это же действие плоти. То есть, сатана через плоть действует для того, чтобы человек забывал. Ну, это уже как бы посложнее уже такой ответ будет. Хорошо. А вот насчет слова. Возвращаемся к слову и как его запомнить. Получается, мы выяснили, если человек дает слову высокую оценку, то есть, ставит это в лист главных приоритетов у себя, то ему легче будет запомнить это. Мы так устроены. То, что мы оцениваем, то мы запоминаем. То есть, человек уже ложит это в сердце, можно сказать. Оно попадает в сердце. Оно попадает в сердце. Оно попадает в точку. И вот в Евангелии Луки 8, 18 записано следующее. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Вот смотрите. Когда мы слушаем слово, то ли мы сами читаем индивидуально. Я думаю, как раз отсюда начинается всё, да? Хотя бы понаблюдать, как мы слушаем. Вот именно. Потому что бывают люди даже и, ну, собрание, после собрания и проходят. А здесь наблюдайте, как вы слушаете сначала. То есть, в момент моего соприкосновения со словом, я должен анализировать самого себя. О чём я думаю в этот момент? Куда я смотрю в этот момент? Каковы мои мысли в этот момент? Они в согласии с тем словом, которое я слушаю? Или это слово для меня как-то безразлично, я остаюсь нейтральным? То есть, слово меня вызывает на какую-то реакцию, я должен реагировать правильно. Если слово говорит повернуться, я должен повернуться. Остановиться, я должен остановиться. Покаяться, я должен покаяться. Согласие должно быть. Унисон должен быть. Если этого нет, я слушаю невнимательно. Мы даже, бывает, разговариваем друг с другом и пытаемся достучаться до него. Мы говорим, разве ты не слышишь? Неужели ты не слышишь? Он слышит, но не слышит. То есть, он не наблюдает, как он слушает. И дальше Христос говорит, кто имеет, что имеет? Слово имеет. Тому дано будет. А кто не имеет, что не имеет? Слово не имеет. У того отнимется и то, что он думает иметь. То есть, думает иметь результат от этого слова. Вот слово говорит о спасении, о прощении, о других обетованиях. То есть, если человек не относится серьезно к этому и не держит это в своей, можно сказать, памяти, не ставит высокую оценку этому, то он не получит этого? Он не получит. А здесь говорится уже о долгосрочном процессе. То есть, процесс сеяния, процесс культивации, поливания, написано, хранит в добром и чистом сердце, тогда слово дает плод. Но наша сегодняшняя тема как раз-таки о слушании или то, что влияет на память. Если я слушаю невнимательно, как правило, я забуду то, что я слушаю. Если я же слушаю внимательно, а внимательность зависит от моей оценки. Если я оценю это слово, например, как? Я слушаю, а, ну, этого проповедника мы знаем. А, ну, это уже заезженная проповедь. Он читает из Библии, да, это слово Божие. Вот на это нужно обратить внимание. Встал там, десятилетний подросток читает Библию, или столетний старец бородой читает то же самое место. Это слово Божие. Но не зависит, кто читает. Или я сам читаю. Это слово Божие. Вот когда я так смотрю на слово, я ему придаю должную оценку. Теперь, когда мы читаем дальше, у учеников был такой момент, когда написано так, пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Вот мысль... Взяла и пришла, да. Да, вот взяла и пришла. Видите, как мысли приходят. Значит, к человеку приходят разные мысли, и если мы не бодрствуем, то есть не контролируем, или же вовремя не реагируем на приходящие мысли, они могут выхватить слово. Вот пришла мысль, кто больше, и пошли. Наверное, я. Я более приближенный. А вы подальше станьте. Я более любим. А вы не очень. Вы второстепенные. И уже пошли разногласия, разнобои. Значит, сатана ворует слово путём мысли. Приходят мысли. Это не то, что человек стал одержимым. Нет. Это уже крайняя степень. Это уже человек вышел из собрания, и сразу у него мысли о работе, сразу мысли о детях, сразу надо поесть, надо поговорить со всеми, надо со всеми поздороваться. И вышел из собрания, уже проповедь дальше. Тут уже и поговорить надо, и договориться надо. Вот ученики, мы видим, да, когда Христос говорит притчу, они приходят и спрашивают, «Изъясни нам эту притчу». Это говорит о том, что они слушали внимательно. А они, конечно, всё сразу не поняли. Это естественно. Но у них возник вопрос. Они не поступили так. Ну, раз мы не поняли, мы забудем. Поехали дальше. Может быть, следующую притчу поймём? Нет, они остановились. «Господи, а вот тут нам непонятно. Четыре почвы. А кто такой сеятель? А что же это такое?» Они задают вопросы. И мы видим неоднократно даже форму притчи, казалось бы, простые примеры. Ученики не всегда проводили духовную параллель. Им не всегда было понятно, что же имел в виду Христос. Поэтому спрашивали, но слушали внимательно. Читаем дальше. Марка, 4 глава. «И сказал, чему подобим Царствие Божие, или какой притчью изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью могут укрываться птицы небесные». Итак, мы видим, что к одним прилетают птицы для того, чтобы уворовать слово, к другим людям прилетают птицы для того, чтобы укрыться, то есть поселиться в ветвях, остаться в ветвях, пребывать в этих ветвях. Но это сначала надо дерево вырастить. Сначала нужно посеять, потом это дерево вырастает, а потом у человека, это немножко развитие этой мысли, мы говорим сегодня о памяти, дальше уже идет тема о нашем настроении. настроении, то есть прилетают птицы небесные, приходят мысли ободрения, мысли утешения, мысли радости, мысли любви, мысли покоя. И вот здесь мы можем проанализировать себя, какой род мышления у меня в сознании. Вы знаете, мы можем остановиться и начать его создавать искусственно. Я сейчас буду всех любить, сейчас я буду всех прощать. Да, иногда нам нужно делать проверку, ревизию, хотел сказать другое слово, да? Нам нужно делать проверочку генеральную в своем сердце, в своем сознании, чтобы что-то выбросить, что-то там поменять. А вот здесь сказано, что птицы сами прилетают. На каком основании? Мы что-то посадили, мы взяли семя, мы его оценили, мы посадили, это семя выросло уже в дерево. То есть это не первый просто посев, вот я закопал семечко, на следующий день прилетела стая птиц. Нет, это проходит время, и вот согласно тому времени вырастает семя, и у человека меняется внутренний мир. И вы знаете, тогда уже не нужно создавать искусственно, я сейчас буду, я буду где-то требуется от нас напряжение, не без этого. Написано, Царствие Божие усилием берется. Но тем не менее, Господь говорит, что прилетят к вам птицы небесные, и они будут жить у вас в сознании, жить у вас в сердце, у вас будет здравый образ мышления, будет мир, будет радость, будет покой, депрессии, не будет. У верующего человека депрессия, слово вообще не должно именоваться, потому что в Писании этого нет, есть дух уныния, который надо изгонять, избавляться от него. А вот для верующего норма жизни – стандарт. Это радость, это мир, это здравомыслие, это правильное такое стабильное духовное состояние. Вот это человек верующий, вот это христианин. Как же у него это получилось? И Слово Божье помнит. Надо же, вот случилась ситуация, он его помнит. А почему помнит? А потому что слушал внимательно. А потому что даже, может быть, иногда читал и стихи наизусть выучивал, запоминал, вот так, чтобы в нужный момент его использовать. Чтобы растить это именно дерево, да, внутри? Потому что эти птицы нужны. Действительно, когда человек стоит, это семя принесло какой-то плод, и ты уже им пользуешься, то тогда гораздо легче уже и жить, получается. Здесь Бог помогает, здесь Бог помогает, здесь Бог помогает. А когда человек только поселили, птицы пришли, поклевали, ничего нету, конечно, там не до радости. Поэтому есть птицы, которые прилетают для того, чтобы человеку навредить, чтобы он забыл уворовать Слово. Такое случается, и это на самом деле реальное явление. Это не то, что мы здесь вот как-то что-то сочиняем, но где-то иногда случается. Если человек слушает невнимательно, и вы знаете, сегодня каждый может проанализировать себя. Вот сегодня у нас понедельник, мы от воскресенья далеко не ушли. Вот те, кто посетил там церковь, собрание, храм, где вы были, что вы слышали, вспомните, вспомните, о чем была первая проповедь, смысл ее, цель, направление. Вторая проповедь, сколько вы прослушали? Пять проповедей? Вот вспомните пять проповедей. Вы же слышали это слово? Это же было для вас, вы же пришли туда. Это не для того, чтобы, ну, просто посетить. Если просто посетить, значит, знаете, что произошло? Вы слышали слово, на выходе сатана каждого проверил, невнимательно слушал и обворовал. Но вы знаете, он не только слово ворует. Написано, враг приходит не просто семя украсть, он вредит. Он вредит. То есть он наносит реальный духовный ущерб. То есть он туда солью еще, чтобы ничего не росло. Солью, говорю, еще. Ну там и солью посыпает или чем, да, но он вредит человеку. Он приходит для того, чтобы украсть, убить и в конце концов уничтожить, погубить человека. Поэтому, если вы позволяете ему воровать услышанное слово, он на этом не остановится. Он придет и будет там уже хозяйничать по полной программе. Поэтому да сохранит всех нас Господь, да ободрит Он нас, и да поможет Он нам уразуметь вот эту простую истину, чтобы мы, читая Слово Божье, слушая Слово Божье, смотрели и относились к Нему очень внимательно, чтобы мы ценили Его, как ценил Давид, как ценили ученики, как ценил сам Господь. Слово Божье – это ценный духовный продукт. Это Слово Божье, это сам Бог, Он сам себя в нем выразил. Поэтому, если вы будете ценить, вы запомните. Если запомните, семя вырастет. А если вырастет, туда прилетут птицы небесные. Слава Богу, и за это слово хотелось бы объявить контактную информацию после эфира. Служения нашей церкви проходят по адресу 1511 Делавер Авеню, В. Сакраменто. В час дня воскресенья и в 7 часов вечера во вторник у нас разбор слова. Телефон после эфира 916-601-1244. 916-601-1244. Наша передача подошла к концу. Для вас ее подготовили, провели Роман Пальников и Василий Савчин. До следующей встречи. С Богом. Входите тесными вратами. Потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут им. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...